Я хотел бы рассмотреть несколько мест Писаний, где Павел соединяет дар пророчества с откровением. И для нас будет очень важно спрашивать, какие два значения откровения вовлечены, рассматриваются. Помните, я вам дал только что две разные идеи. Мы сейчас просто их обновим в памяти. В одном смысле, дар — это всегда в виде откровения. Человек, который говорит, он открывает духом то, что Бог хочет сказать, общине ли человеку. А другое понимание откровения, то, что нужно его осматривать отдельно и в контексте инсайтов или откровений сверхъестественных о событиях в прошлом, настоящем и будущем. И когда мы будем смотреть эти стихи, давайте увидим, что мы можем рассмотреть там. И это нам поможет, когда мы все будем начинать служить. Я, как я уже говорил, я хочу перейти к практическим идеям, как это работает. Но я хочу это сделать после того, как буду знать, что вы получили основание того, что мы ищем. Я надеюсь, что вы будете еще со мной некоторое время в этом. В понимании природы дара — это важно. Также нам нужно уметь понимать слово мудрости и слово знания. которое также состоит из откровения к нам. Первые стихи, которые мы будем рассматривать, это в 1 Коринфянам, 13 глава. Второй стих. Тринадцатая глава, второй стих. И тринадцатая глава, девятый стих. И далее 14 глава, стих 6, 25 и 30. И мы начинаем с 1 Коринфянам, 13, 2. И Павел здесь соединяет дар пророчества с познанием всех тайн и истин. И очень интересно, что слово, которое Павел использует для слова «тайн», оно используется также в Ефесянам, 3 главе, с 3 по 6 сих, где он говорит о тайне касательно Мессии, которая стала известна ему с помощью откровения. Есть множество вещей, которые мы не можем понять, до того момента, пока Бог не откроет это нам. Но мы должны быть открытыми к этим откровениям. У нас должна быть такая позиция «Боже, я хочу понять». Не так «я понимаю Боже, слушай меня». Наш естественный разум. Для этого разума невозможно понимать сверхъестественные вещи. И когда вы действуете с пророчеством, вы должны понимать, что своим собственным пониманием вы не сможете действовать в том, что Бог передает. Это очень важно. Научиться отлаживать в сторону наше естественное понимание. Если мы хотим, чтобы пророческий дар действовал внутри нас. Но слово предупреждение, когда вы делаете это, я видел очень многих людей, которые поднимались в духовные такие мышления, в духовные уровни. Вам не нужно туда идти. Это не то, что так как бы летает вокруг нас. Это имеет значение. И это то значение, которое мы должны получить через откровение Духа Святого, который действует внутри нас. Когда Бог открывает нам, мы сможем понять. Мы сможем вложить это в практику, в контекст, где мы понимаем роль себя. И также сможем передать это другим. Как я говорил ранее, когда вы получаете что-то от Бога, чтобы вы не пытались понять это, в первую очередь, своим собственным разумом, пониманием. Но вы спрашиваете Бога, как это понять? И потом, как я могу это передать? И напоминаю вам, что вопросы, они важны, поэтому задавайте. I have a question. В первую очередь, я думаю, что этот вопрос не должен как бы рассматриваться вот здесь. Это личный вопрос, который вы имеете. Он не касается того, что мы хотим сейчас передать. Единственное, что я хочу сказать об этом прямо сейчас, как вы сказали, что он делился пророчеством другого человека. Вы не можете этого делать. Потому что не вы это получили, оно не принадлежит вам. Вы можете делиться только тем, что Бог дал вам. Это очень важно, потому что он является истолкователем того, кто что-то сказал. Мы можем поговорить об этом лично, но это не та тема, которую мы сейчас будем рассматривать. Когда я говорю о вопросах, я говорю о том, как мы можем себя практически применять в служении. или если есть то, что вы не понимаете, то, что я пытаюсь передать вам. Ну, давайте вернемся обратно. Павел обращается к тому, чтобы мы понимали ту тайну, которая была сокрыта. Есть иногда такие вещи, которые мы не понимаем. Но нам нужно получить Божьи откровения, чтобы понять это. И опять же, это зависит от вашей молитвенной жизни. Когда вы просите Бога, чтобы понять то, что Он пытается передать вам, пророчество должно иметь контекст, иметь место в контексте. Оно всегда имеет контекст. Если мы понимаем этот смысл, в котором речь идет о использовании в 1 Коринфянам 13,2, мы понимаем то, что пророчество имеет связь с сверхъестественным. Я буду продолжать делать ударения над этим. Я надеюсь, это не будет вам скучно. потому что я понимаю, что с моего овота мы очень часто не понимаем это. Мне нужно было много времени уделить, чтобы быть там, где я сейчас. Я сделал очень много ошибок. И когда мы это понимаем, когда мы понимаем, что нам нужно смотреть это как на сверхъестественное, нам нужно понять, что нам нужно получать сверхъестественное откровение или инсайт. Но чтобы мы не стали очень сверхъестественными, понимая то, что мы не здесь, а на Земле. У нас есть выражение на английском, но оно непереводимо. Чтобы мы не стали настолько сверхъестественными, чтобы мы не могли быть использованы здесь. Это не моя точка зрения. Мы должны спрашивать Бога тот путь, чтобы Он нам показал, чтобы мы могли передавать там, где мы живем и в той ситуации, где мы находимся. в той же самой главе, 1 Коринфянам 13 глава, с 9 по 10 стих. Павел говорит о пророчестве. Он говорит, что мы знаем отчасти. Мы не знаем все. Когда мы находимся вместе, как община, иногда мы можем получить только часть того, что Бог хочет передать. Но потом нам нужны другие части. Вот почему в Писании, когда мы говорим о контексте общины, Павел не говорит только об одном пророке. Он говорит о пророках, которые действуют в общине. Пророки в общине, они действуют как команда. Нет только одного пророка. Это удивительная вещь. Потому что таким образом мы можем собрать разные вещи. Мы вернемся к этому позже, но он будет говорить о пророках, которые осуждают других пророков. Если вы имеете одного пророка, как вы можете быть рассматриваемы, осуждены другими пророками? Давайте мы сделаем это так. Когда мы говорим о пророке, мы должны понимать, что есть разные уровни в вашем росте вашего дара, в каждом даре. И мы начинаем на определенном уровне, и мы будем расти, когда мы его применяем. Вы должны практиковать. Вы должны также понимать, что вы будете допускать ошибки. И вот почему я ранее говорил, что вам нужна смиренность. Признавать то, что вы сделали что-то неправильно. Мы несовершенны. Мы не полностью полноценны. И пророческое слово, оно всегда будет испытано. И мы также к этому вернемся, как оно происходит. Мы также должны понять, что иногда мы не будем получать всю картину. Вот почему нам нужно молиться. Но также мы нуждаемся друг в друге, чтобы учиться друг от друга. И это очень важно. мы можем найти другие примеры в Писании. Когда мы служим, действуем внутри общины, это моя основная цель здесь, как это работает внутри общины. Есть другая часть пророческого дара, которая действует и работает вне общины. Но у меня нет времени, чтобы рассматривать эти вопросы. В этом смысле, в этом смысле, пророческий дар становится инструментом для проповеди Евангелия вне общины. Бог может дать вам слово для кого-то. Например, я был в Израиле, и я разговаривал с Равином, с ортодоксальным Равином. И у нас было общение, разговор, достаточно такой сложный о Ишуа. Естественно, он не верит. Но внезапно Бог сказал мне кое-что. И я спросил его, могу ли я поделиться с тобой? Я сказал ему кое-что о его жизни, о той ситуации, в которой он находился. И он посмотрел на меня. А он спросил, откуда ты это знаешь? А я сказал, Бог мне сказал. Ишуа сказал мне. И потом он сказал, а теперь я хочу знать больше. И вы видите, как Бог может использовать это. Но вы должны быть готовы к росту. Не начинайте бежать перед тем, как научиться ходить. Перед тем, как мы поймем, как пророческий дар, он проявляется, мы должны запомнить, что не всегда мы будем понимать совершенно. оставайтесь смиренными. Когда Бог говорит через вас, это очень удивительный такой опыт переживания. Вы действительно будете чувствовать себя хорошо. потому что вы знаете, что Бог говорит что-то, и вы получаете подтверждение. Но потом приходит такой опасный момент. О, Бог использует меня, я действительно хорош. Я настолько духовный. забудьте об этом. Это опасная зона. Мы будем очень практические здесь. Я хочу ободрить людей, использовать этот дар. Я хочу, чтобы они росли в этом даре. Потому что он настолько прекрасен. Но я также хочу, чтобы вы понимали, что здесь вовлечена опасность. И мы должны подчиняться друг другу. И нам нужен каждый, чтобы помогать. Есть другие примеры в Писании. В 1 Коринфянам 14 глава. Где Откровение связано с пророчеством. В этих местах, 6 стих, 2, 24, 25, этот связь не очень просто увидеть. Эту связь можно увидеть разделением этих понятий и потом соединением их вместе. Следующее, что я хотел бы открыть, это Ефесянам 4, 11. Мы имеем то, что называется пятикратное служение. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыря и учителя. Эти те, которые действуют внутри общины. И только потому, если Бог дал вам пророческое слово, это не означает, что вы пророк. Это слово «титил», которое мне не нравится, или это функция. Это функция, это ответственность слуги в теле Мессии. Принадлежит тому, у которого есть очень длинная история. Такое точное служение в пророческом служении. Тогда вы уже можете говорить об этом. То же самое оказается и евангелистов, апостолов, пастырей и учителей. Это не тот титул, который вы можете принять, взять на себя. Если он принадлежит вам, он был бы дан вам. Вы должны смотреть на это так. Как я уже говорил, нам нужно понимать пророчество не только как предсказательное. В этом смысле это то, что Бог пытается, используя вас, передать другому человеку. И он может состоять из элементов слова «мудрость» и слова «знание». Потому что эти дары, они намереваются действовать вместе. Давайте будем двигаться дальше. 1 Коринфянам 14, 24-25 стих, где Павел говорит, что если неверующий придет, и там пророчествует, он будет обличаться всеми и будет судиться всеми. И все тайны его сердца будут обнаруживаться. Я даю вам этот пример, как Бог делает это, действует. Это было в контексте вне общины, когда я разговаривал с этим раввином. Но здесь то же самое. в контексте общины. Тот, кто является неверующим. Может быть, что слово было дано вам, которое вы проговариваете. Вы не знаете, для кого оно. Но кто-то в общине он скажет, «Эй, это я для меня». У меня было такое очень часто, когда я говорил в общине. Когда я молился, я говорил, «Вот есть кто-то здесь, и это слово для них». И в конце, после служения, ко мне кто-то подходил и говорил, «Это я». У вас есть подтверждение. Я хочу также вам говорить о представлении. Если вы получаете пророческое слово, как вы его передаете, представляете? Господь говорит, «Вот это, вот это, и вот это». Делаете ли вы это так? Это так делали в Ветхом Завете. Но не всегда. Когда вы смотрите на пророческие слова в Танахе, вы увидите, что очень часто они были даны по-разному. Теперь, сегодня, в контексте Нового Завета, как мы высвобождаем пророческое слово? Осторожно. Когда я это делаю, я говорю так, что я чувствую, что Бог положил это мне на сердце, и я делюсь, и я хочу поделиться это с тобой. И потом вы делитесь. И потом вы получите подтверждение или не получите его. Если это было от Бога, вы получите подтверждение. но вы говорите для того, чтобы обезопасить себя. Вместо того, чтобы говорить, «Бог говорит», а потом это не происходит. По той причине, в контексте Танаха, если это происходило, что происходило с этим человеком? Они были заброшены камнями до смерти. Нам очень повезло, что мы не живем в то время. Потому что я считаю, что многие люди, которые возгласили себя пророками, были бы заброшены камнями. Вы действуете с тем, что очень ценное и очень важное. и ведите себя очень осторожно. Когда вы даете пророческое слово, позвольте, чтобы люди могли принять его. Потому что если кто-то говорит, что Бог говорит, вы не можете спорить с этим. Бог сказал это. Но если вы приходите со смиренным сердцем, вы можете передать что-то кому-то. И потом они могут посмотреть на это, как Писание говорит, и испытать. Вы должны быть готовы приготовиться к тому, что то, что Бог дает, оно будет испытано. И как я уже говорил, мы рассматривали 1 Коринфянам 14, глава 24-25 стих. Этот текст предполагает, что есть элементы сверхъестественного. Потому что тут сказано, что кто-то будет облечен во грехе. И его тайны сердца будут обнаруживаться. Я хочу привести вам пример. Это не мой пример, а того, кого вы знаете. Однажды он был в общине, он получил такое необычное видение. Он сказал, то, что я вижу, это было в контексте общины. То, что я вижу, это я вижу стол. и я вижу мужчину, который сидит за этим столом. И его ноги под столом, а напротив сидит женщина, которая не его жена. Это все, что у него было. Что произошло? Один мужчина подошел в конце служения к нему. он сказал, откуда ты знал? А он говорит, что? За все, что я получил. У меня были внебрачные связи с женщиной, этот мужчина говорит. И ты просто описал то, что мы делали. мы можем увидеть, что Бог говорит по-разному. Что такое пророческое слово? Как он дает его вам? Не всегда это будет слово. Это может быть видение. Это даже может быть сон. Бог использует разные методы. Он может дать вам местописание, которое вы потом поделитесь. И тем, что вы делились, оно станет пророческим словом. Это прикоснется к сердцу. Оно обнаружит тайны этого сердца. Это откроет пути, чтобы Бог работал с чем-то сердцем. это то, как Бог действует. Ответ на вопрос, который мы подняли ранее, что есть ли местописание в Новом Завете, которые говорят, что есть элементы сверхъестественного откровения, даже в простом даре пророчества. Вы заметили, что я говорил о простом даре пророчества. Это тот тип пророчества, который мы обычно видим в общине. Мы сейчас еще не дошли до того момента, когда говорим о том, кто называет себя пророком. мы знаем из Писания, что Бог хочет дать этот дар пророчества. Понимая, что слово пророчества это то слово, которое Бог дал вам, чтобы передать другим. Мы не говорим о предсказании будущем или то, что произойдет. мы говорим о ободрении и назидании тела Мессии, приношении слова утешения, позволить людям знать, что Бог понимает. Иногда это то, что вот это нужно. Вы даете слово кому-то и вы не знали ничего об этом. И это человек, который получил ободрение, потому что они осознают, что Бог знает, что происходит в их жизни. Если это понимание, оно правильное, тогда, если пророчество состоит из сверхъестественного откровения, другого дара, как слово мудрости или слово знания, они действуют уже вместе. я хочу, чтобы мы поняли, что пророчество, оно всегда вовлекает действие других даров. Но понимаем ли мы, что это разные дары? и понимаем, что они действуют вместе только в определенном времени, чтобы достигнуть той цели, которую Бог имеет в этой ситуации. Будет выглядеть так, что дар пророчества, он имеет потенциал для откровения и сверхъестественного характера. Тогда было бы мудрым держать наше внимание в бодрости, видеть то, что Бог хочет достигнуть. Хорошо. Я хочу двигаться здесь немного. Хорошо. Давайте рассмотрим, какие пророки были во времена Танаха. Для того, чтобы, так как наша цель увидеть цель пророческого дара в общине сегодня, я хочу только рассматривать роль пророков в Новом Завете. Однако, так как Новозаветные Писания могут быть правильно поняты только во свете Танаха, мы также должны смотреть туда, что он говорит о пророках. пророках. Когда мы начинаем размышлять о пророках в Танахе, сразу же приходят на ум имена, как Моисей, Илья, Исаия, Еремия, Иезекииль. А Танах упоминает еще намного больше пророков. Давайте посмотрим, что они делали, как они действовали. Они все были призваны Богом. Вы получите это от Бога. Бог даст вам знать одним образом или другим, что это то, что он хочет, чтобы вы делали, что это тот дар, который он хочет дать вам. Мы должны понимать это. Мы не можем сказать так, я хочу служить в пророчестве, действовать. Мы можем стремиться к этому, да, но мы не можем провозгласить это для себя. Это то, что Бог даст. или призовет вас к этому. Все пророки они были движены, водимы Духом Святым. Это в первую очередь, что это через Дух Святой, который действует внутри нас. Вы услышите Божий голос. как? Бог не очень часто говорит непосредственно. Вы не услышите этот громкий голос. Я здесь. Вы не услышите это. Павел вспоминал вчера о Ильи, который был в пещере. Это не будет в шторме, это не будет в огне. Не будет в шторме. Это тихий, слабый голос. чувствительные уши, которые будут слышать. Это то, о чем я молюсь очень сильно, много. Я также рекомендую вам это. Боже, дай мне чувствительные уши, чтобы слышать твой голос. Он будет говорить через свое слово. Он будет говорить через обстоятельства. через то, что происходит в вашей жизни. У Бога есть множество путей. Но в конце концов нам нужно концентрироваться на слове. Вот почему я говорю. Молитесь и читайте слово. Как многие из вас молитесь полчаса в день? очень честно. Полчаса. Пятнадцать минут. Пять минут. минут. Да, я говорю в течение всего дня. Как много времени в течение всего дня? Как многие из вас молитесь полчаса за весь день? молятся час в контексте всего дня? Два часа. Два часа. Мы уже дошли до границы. это было бы очень нехорошо, если бы я сказал, много я молюсь. нехорошо. из вас читает Писание полчаса в день? Не все. Один час? мы также уже дошли до границы. Я провожу где-то подобно семи часам в день в молитве и чтении Писания. иногда больше. Как? Некоторые из вас до сих пор работают. Я уже на пенсии. Я уже не работаю. Я должен был быть так на пенсии. Но если вы работаете для Бога, нет такой пенсионного времени. Но у меня есть свобода, чтобы делать это. Но когда я работал, я проводил три часа утром и три часа вечером, я просыпался в пять утра, потому что мне нужно было идти на работу в восемь. я приходил домой и проводил другие три часа после того, как я пришел домой. Что это означает? Это означало, что у меня не было телевизора, я не смотрел, я не смотрю телевизор до сих Я читаю другие книги только тогда, когда я прочитаю Писание. Но приоритет был в том, чтобы читать Писание. Если вы хотите действовать в пророческом даре, тогда минимум, который вы можете иметь. Вот почему я начал с полчаса. Полчаса чтения Писания и полчаса в молитве. Как вы его разделите, это уже ваше дело. Но вот, что я считаю, это минимум. потому что если вы хотите услышать то, что Бог хочет сказать, вы должны быть готовы, чтобы слышать. Молитва. очень часто наша молитва состоит из длинного списка запросов за нас самих, за других людей. с этим это хорошо. Но когда я говорю о молитве, в смысле, чтобы стать пророчествующим, тогда нужно сделать изменение. Вы должны спрашивать Бога, что ты хочешь сказать мне? Как ты мне это хочешь сказать? И за эти полчаса, если это все, что вы можете уделить, тогда 15 минут вы говорите и 15 минут еще слушаете. Очень часто мы просто говорим к Богу, и мы не слушаем Его. рассказываю историю для примера этого. Человек приходит к врачу и он заходит в его кабинет, и он говорит, врач, я нуждаюсь в помощи. У меня есть такой ужасный боль в моей спине, и моя голова болит все время. И у меня есть раздражение на всем теле. И он рассказывает все, что его беспокоит. Он внезапно смотрит на свои часы. Ой, извини, мне нужно уходить. И врач говорит, подожди, подожди, я должен тебе что-то сказать. Я хочу припасать себе лекарства. И очень часто мы так ведем себя с Богом. Мы молимся, смотрим на свои часы. О, уже достаточно. Но Бог настолько заинтересован, чтобы говорить с вами. А готовы ли мы, чтобы слушать, имея чувствительные уши? Если вы хотите действовать в пророческом даре, вы должны научиться этому. Слышать Божий голос. Они также общались через Божье Слово. Они проговаривали то Слово, которое Бог давал им. Да, некоторые из них говорили о будущем. Некоторые из них делали чудеса. Один был, который вел народ. Его имя был Моисей. были множество других, которые были вовлечены в международные дела. Я считаю, что некоторые такие правительства могли бы использовать духовных людей, но мир не принимает сегодня их. Но я считаю, что они были бы преимуществом для правительства. Потому что иногда они даже пишут Слово Божье. об этих пророках, которые мы говорили, они также написали Слово Божье. Потому что мы говорим об этих, и они написали Слово Божье. Это Еремия и Захария. Они записали свои пророчества. И теперь мы имеем их в Писании. Мы об этом поговорим чуть позже. Мы это рассмотрим позже. пророчество. Мы видим здесь, что пророчество не только ограничено тем, чтобы проговариванием Слова. В контексте общины, в контексте пятикратного служения, пятикратно. Я верю, что это Божий взгляд. Я верю, что это Божий взгляд, который я верю, потому что он есть в Эфесянам 4.11. Что Павел пишет, что Бог дал апостолов, евангелистов, пророков, учителей, пастырей. Я верю, что они должны быть в лидерском составе общины. Но какие их функции? Апостол. Он начинает общину. Он тот, кто вдохновляет, мотивирует. Очень часто он не остается в одной общине, но он переезжает с одной в другую. А какая функция пророка в лидерстве, в общине? Он отдает видение. Он помогает увидеть людям то, что Бог хочет. Это функция в лидерстве. А в теле общины его функция другая. Совсем другая. Но в лидерстве его функция давать видение на то, что Бог ожидает общины. в лидерстве евангелист для того, чтобы придерживаться видению мессии достижений людей. Они дают баланс во всем лидерстве. пастыр или пастыр или пастыр, но слово пастух, которым я более предпочитаю. Я знаю, что в вашем языке очень сложно сделать определенные двумя. пастыр пастыр это тот, кто смотрит за овцами. Давайте скажем это так. Он заботится о овцах. Он приходит тот, чтобы утешать и помогать. И потом у нас есть учитель. его функция в том, чтобы убедиться, что все лидеры, они действуют по Слову Божьему. И также функция учителя, чтобы видеть, соответствуем ли мы Писанию. Или мы идем по своим идеям. И когда я использую этот пример, я использую каждый палец, чтобы использовать каждый. Если вы потеряете свой большой палец, вы потеряете свою возможность схватать что-то. Представьте, если у вас нету большого пальца. А если у вас есть большой палец, у вас есть возможность брать что-то. пророк это тот, кто указывает в этом направлении. Это то, что Бог хочет. Евангелист это самый длинный палец, который говорит о том, что мы должны достигать. Пастор это безымянный палец. Или на английском это палец для кольца. который обозначает взаимоотношения с Богом. И потом маленький палец. Почему учителя это маленький палец? Он должен быть большим. Нет. Это он единственный, кто может попасть в ухо. Хорошо. хорошо. Мы видим, что все функции есть у них. И Бог использует это в теле совместно. Я был настолько энтузиастическим в этом. Но мы вернемся после обеда и мы продолжим. Субтитры